Веслоуха, кошечка. Волонтеры бывают разные, их действия тоже. Уже не первый день в волонтерских кругах гуляла информация, что в одном дворе прибилась кошечка с открытым переломом, к которому срочно нужна помощь. Уже больше недели бегает и просит помощи. Кошечка молодая и очень хочет жить. Пока опустим тот момент, что все же был человек, который смог распространить информацию и сделать фото. Оказалось, это молодая мама. И не будем тут судить, может и правда, времени нет. Может, по семейным строительствам не могла забрать животное. Хотя бы это единственный человек, кто мог хоть мало сделать для животного, чтобы помочь ему. Стоит говорить или сами догадайтесь, кто выяснил, где кошечка и забрал ее. Конечно же, волонтер Влада, хозяйка домашнего мини-приюта «Девять жизней». Пишу большими буквами, чтобы увидела слепое человечество, что с вами происходит. В течение двух недель на ваших безжалостных глазах гнила кошка. Вы что, слепо, глухонемые? Сколько прошло мимо нее за это время? Сотня, две или три? Неужели у вас столько безразличия жестокости и жадности? Неужели во время цивилизации у вас не сообразил мозг показать дитя ведь врачу? Она ведь жива и также чувствует боль. Почему основная масса считает, что поможет кто-то? Почему вы хуже чем-то, что ли? Почему спешат на помощь те, у кого животных больше, чем достаточно? Сколько глаз в городе читала про нее и не обращались к Ольге? Женщине, которая видела, что кошечка прибилась к соседям и надеялась на помощь волонтеров. И кто потянул руку помощи? Никто. Самое интересное, что какая-то, ну не знаю, как назвать, еще и открыла сбор в то время, как кошка гнила на улице. Наши волонтеры обратились к Владе, чтобы она выяснила, кто это делает. Я не знаю, знать не хочу, иначе не выдержу и по морде надаю. Женщина, когда передавала мне кошку, сказала, что кто-то звонил передо мной и решила открыть сбор. Я понимаю, что опираться будет стоить средств. Я тоже буду просить помощь, ведь у самой 50 хвостов, но сначала животному оказывают помощь, а далее уже покрывают дох. Слов нет времени, столько упущено. Дай бог собрать и спасти лапу, говорит девушка. И вот сегодня мы убедились, что волонтеры бывают разные. Посмотрите, как живо работает команда города Харциска. У нас слов нет просто. По ситуации, вчера Ольга передала Владе веслоушку лично в руки. В этот момент волонтеры Харциска, причем волонтеры мы их называем в кавычках, уже успели открыть сбор. Люди, как это понимать, обычно изначально животное забирают с улицы, оказывают первичную помощь, а далее уже идет все на вид услуги. После звонка Влады, главному, так сказать, сборщику, информацию из соцсети быстренько удалили. Наталья, вам на заметку, научитесь хотя бы отвечать за свои поступки и соблюдать в разговоре субординацию, а не хамить в ответ и спешно удалять посты. Если вы действительно хотели помочь, почему вы изначально не забрали животное? Это не отговорки, мне не сказали, что она у вас. Зато пост бегом настрочить успели. Бог вам судья за ваши поступки. Далее переписка с Ольгой, которую вы видите на экране, и нет слов. Лично у нас авторов поразила фраза «обращайтесь к этой». А ты кто такая? Лично как-то не слышали про одно доброе дело или спасено животное Наталья из Харцизка? Конечно, не то, чтобы мы сильно в курсе дел этого города, но в Донецке уж явно у мадам нет авторитета и известности в узких кругах. А Владу все в ДНР знают, сколько спасений, сколько счастливых билетиков и какой огромный опыт за эти годы. И да, Влада, в отличие от таких «волонтеров», опять в кавычках, все всегда делает из личных средств. Иногда продает имущество и личные вещи, чтобы не было долгов и обращается за помощью уже, когда в других вариантов нет. Разница в ваших действиях есть и очень большая. Разница в ваших действиях есть и очень большая.